Три ярких брака, но в итоге актриса одна, с четырьмя детьми и все так же с гордо поднятой головой. А разговоры о ее любовных романах не утихают. Творческий путь Екатерины Климовой прошел через тернии к звездам. Нелегкое детство, учеба в театральном, а дальше несколько лет приходилось довольствоваться той работой, которая была. Сниматься в кино ее совсем не звали и только с легкой руки именитого режиссера Карена Шахназарова, который помог многим не только просто выйти на телеэкраны, но и обрести славу, открыт для зрителя Екатерину Климову как талантливую актрису. Только за один год она снялась в трех сериалах и в трех полнометражных фильмах. Такой небывалый успех дается не всем. Но не все так легко давалось Екатерине. Родилась будущая актриса в 1978 году в Москве в семье, далекая от творчества. Но уже с раннего детства она знала, чего хочет от жизни – стать актрисой. Так и случилось. Отучившись в театральном, она какое-то время преподавала актерские курсы в модельном агентстве, снималась в рекламе и даже подрабатывала вокалом. Одним словом, бралась за любую работу, пока его величество случай не приготовил для нее сюрприз в 2001 году. Карен Шахназаров пригласил ее для съемок в своем фильме, после чего актрису заметили, о ней заговорили и дальше предложения посыпались, как из рога изобилия. Первый брак, как говорила сама Екатерина, был словно детский лепет. Со своим первым мужем Катя встречалась со школьной скамьи, а знакомы были почти с пеленок. Первая сильная влюбленность переросла в семейные отношения, в которых родилась дочь Елизавета в 2001 году. После окончания школы Илья сделал предложение руки и сердца. Екатерина ответила согласием, но поженилась пара только после того, как она закончила учебу в театральном. И с начала семейной жизни их складывалось довольно неплохо. Они знали друг друга настолько хорошо, как давно прочитанную книгу, но, как оказалось, все-таки не до конца прочитанную. Екатерина влюбилась, и ее муж тоже, причем в лучшую подругу Кати. Любовные чувства вспыхнули у Екатерины во время съемок сериала под названием «Лучший город Земли» к актеру Игорю Петренко. Хотя до этого им доводилось работать вместе на съемочной площадке в сериале «Московские окна», но тогда коннекта не случилась. А в этот раз экранное чувство, как это часто водится у актеров, переросли в настоящее. Но все было не так просто. Оба не свободны. Игорь был женат со времен студенчества на актрисе Ирине Леоновой. Катя тоже была замужем и растили с мужем маленькую дочку. Но роман закрутился с такой силой, что уже через год они все-таки расторгли отношения со своими предыдущими половинками и поженились. Это был 2004 год. Сначала свадьба состоялась в Таиланде в стилизованном варианте, а потом по возвращении в столицу молодожены решили зарегистрировать свой брак в последний день уходящего года – 31 декабря. Без малого почти 10 лет пара считалась образцовой. Часто появлялась на различных светских мероприятиях, их фото красовалось на страницах многих глянцевых журналов. Их даже сравнивали с голливудской парой Анжелиной Джоли и Брэдом Питом. Но сравнение, как оказалось, было не самым удачным. Так же, как и голливудская пара рассталась впоследствии, так и союз Климовой и Петренко тоже рухнул. В браке у них появилось двое прекрасных сыновей – Корней, который появился на свет в 2006 году, а через два года – Матвей. Причиной развода стало пагубное пристрастие мужа к спиртному, и, как потом сказала Екатерина, что она потеряла не только мужа, но и одновременно друга. Игорь стал уходить в загулы. Однажды даже под видом приступа он сказал, что отправился в больницу, лучше, наверное, ничего придумать не смог, сам же с друзьями провел ночь в дорогом ресторане. Катя переживала, обзванивала все больницы, но потом правда раскрылась. Игорь говорил также, что частые разъезды, связанные с киносъемками, напряженный график обоих – это послужило началом конца их отношений. Так, однажды вернувшись со съемок, он не сразу понял, что от него ушла жена, а в доме нет ни детей, ни собаки. Екатерина нашла в себе силы перевернуть страницу в своей жизни и идти дальше с гордо поднятой головой. Игорь же очень тяжело переживал развод, много пил, его почти не снимали и у него появились проблемы с финансами. А поворотным эпизодом оказалось ужасное ДТП, где он чудом остался жив и с того момента начал жизнь тоже с чистого листа. Стал вести здоровый образ жизни, женился в 2016 году на актрисе Кристине Бродской, которая подарила ему троих дочерей. После развода Климова и Петренко сохранили хорошие отношения, если это можно так назвать, ради общих детей. Но вот осенью 2022 года у них началось судебное разбирательство по поводу неуплаты алиментов. Игорь задолжал детям 300 тысяч рублей. После развода с Игорем Петренко Екатерина успела еще раз побывать замужем. Третьим ее избранником стал тоже актер Гейла Месхи, который на 8 лет младше нее. Их отношения по актерскому обыкновению начались с момента совместных съемок. Это был сериал «Волчье сердце» в 2013 году. Именно Гейла стал той необходимой отдушиной для Кати после 10-летнего брака с Игорем Петренко. Пара быстро съехалась и стали жить в гражданском браке. Наличие троих детей у Екатерины и разница в возрасте его совсем не смущали. В 2015 году они закрепили свой союз с официальным бракосочетанием и в том же году Катя подарила дочку Изабеллу. Причем она потом узнает, что именно этим именем в детстве хотели назвать ее. Но после долгих раздумий мама все-таки передумала и напрочь забыла об этом. А теперь это имя носит ее дочь. Сама Катя говорит, что все в этой жизни не просто так. Но правда союз Климовой и Месхи просуществовал очень недолго. Четыре года и пара рассталась. Что стало причиной, достоверно неизвестно из тех немногочисленных интервью, которые Катя давала после развода. Ясно, что инициатором стала она, сказав, что видела, как ее муж хочет реализоваться в профессии. Он же вообще никак не комментирует и тщательно скрывает свою личную жизнь после развода. Но в воспитании дочери принимает самое активное участие. Расставание с третьим мужем некоторые списали на цыганские корни Екатерины Климовой. Мол, не может она сидеть на одном месте. Но правду, возможно, мы когда-то узнаем. Сейчас же Екатерина активно снимается и просто замечательно выглядит свои 44 года. Удивляет и покоряет своей естественной красотой без новомодной пластики. На данном этапе ее сердце свободно, а нам же стоит непременно пожелать Кате здоровья, творческих побед и найти свое женское счастье. Субтитры создавал DimaTorzok